Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о Сюрене Киркегоре и о страхе. Датский философ Сюрен Киркегор, который внезапно скончался в 1855 году, опубликовал множество очень интересных работ. Одна из них – это понятие страха. Она была выпущена под псевдонимом, хотя на самом деле догадаться, что это был Киркегор, было достаточно легко. Что мы имеем в этой работе? Значит, книга «Понятие страха» разбирает страх с различных точек зрения, и это понятие дифференцирует очень подробно. Хотя сама работа лаконична, вы можете посмотреть на книгу, которая достаточно тонкая, что не может не радовать. И название ее звучит так – «Понятие страха – простое психологически намеченное размышление в направлении догматической проблемы первородного греха». Переводчики «Супруги Исаевы». Этот перевод стал классическим уже на русский язык. И перейдем непосредственно к самой книге. Во-первых, стоит отметить, что это книга психологическая. Бытует мнение, что психологии до Фрейда не существовало, но, как говорил Булгаков, да вырвут лжецу его гнусный язык. Потому что Киркегор занимался именно психологией, хотя философской психологией, что, кстати, не может не радовать. Значит, что мы видим в книге? Ну, во-первых, желательно, чтобы эту книгу понимать адекватно, быть немного знакомым с философской терминологией. В первую очередь с терминами Гегеля. Потому что, хотя Киркегор и дистанцируется от Гегеля, и часто вступает с ним в спор, но все-таки он пользуется как диалектическим методом, так и гегелевской терминологией. Итак, в главах книги мы можем увидеть то, как страх понимается в совсем разных контекстах. С одной стороны, это догматическое понимание страха, уходящее корнями в протестантскую теологию. И с другой стороны, это страх в его диалектическом развитии, который, собственно, и отсылает нас к Гегелю. Мы видим, как в главах мы можем прочитать, например, такое название главы. Страх, как то, что разъясняет первородный грех вспять, то есть в прошлое. И, соответственно, другая глава называется «Страх, как то, что разъясняет первородный грех вперед в прогрессии». Здесь мы встречаемся с тем, как философ дифференцирует время, потому что мы понимаем, что хотя мы живем в настоящем миге, но этот миг не имеет никакого смысла без прошлого и будущего. И для того, чтобы что-то пояснить, нужно пояснять это отдельно. Геркегор, собственно, этим и занимается. Он говорит о страхе, как том, что могло появиться только после первородного греха. Это то, что он называет догматическое разъяснение, то, что называется разъяснение в прошлое. И страх, как направленное вперед в прогрессии. Это тот страх, который появляется у нас, когда мы думаем о будущем, когда мы прокручиваем в голове различные варианты будущих событий. Также страх рассматривается как некая предпосылка вины. То есть, на самом деле, вина и страх – это очень связанные вещи, и Геркегор подробно разбирает это. Страх может быть перед судьбой, и судьба у Геркегора хорошо описывается, как понятие, которым мы заменяем то, что мы не можем объяснить. Также он пишет о страхе, который может быть как перед злом, так и о страхе, который может быть перед добром. Ну, страх перед добром – это то демоническое, что может также иметь место в нашей душе, скажем так. И последнее, что Геркегор пишет, это в последней главе о том, что страх может быть спасающим, и может быть страх как спасающая силой веры. То есть, это его положительный аспект. На самом деле, страх нужен человеку, он необходим, но, как мы понимаем, он может влиять как негативно, так и положительно. Вот Геркегор все это перечисляет. Ну, стоит отметить, что, конечно, также нужно будет справляться в примечаниях. В книге есть большое количество примечаний, которые действительно помогают понять текст. Вот. И, конечно, для тех, кто первый раз будет читать философскую работу, это может показаться тяжелым, но для тех, кто уже имел опыт прочтения философских текстов с философской терминологией, это будет очень познавательно. И последнее, что я хотел сказать, это то, что, собственно говоря, такая книга может помочь человеку посмотреть на все под новым углом зрения и не оставаться в тех привычных банальностях, в которых мы обычно живем. Сам Геркегор, на самом деле, пишет очень интересно. И его язык очень живой, и несмотря на то, что в нем встречаются сложные слова, его язык не лишен юмора, его язык не лишен красоты, стилистических приемов. Он упоминает о различных поговорках, толкует их по-разному, иронизирует. В общем, в этой книге человек может найти для себя множество всего. Поэтому рекомендую к прочтению обязательно. Редактор субтитров А.Семкин